ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Две недельки мы без стримов, но, тем не менее, запускаем сейчас. Всех приветствую. Пятница, но не последний день рабочий, поэтому я сегодня в соло. Заебись, хорошее начало. Сука! Все ли, целый день такой, просто, блядь, все через жопу. У нас сегодня две важные задачи. Мы разыграем стикербук и порисуем сегодня одной очень интересной красочкой, которую я в наличии уже имею довольно давно, но так и не имею представления, как она рисует. Заготовил картиночку, вот такую африканочку будем сегодня рисовать. Постараюсь завалить ее прямо на один стрим. Как поступим? Мы сейчас нанесем один слой красочки. Пока она будет сохнуть, я почитаю чат, и мы разыграем бук. Потому что, ну, не будем терять время зря, скажем так. Нам нужно... А, у нас есть черный цвет. Мы будем прямо на черном пробовать. Что за краска? Краска вот такая вот. Акрил. Мемори. Кстати, та же самая марка, что и поликолор, которым я тут недавно... Я над ним маячил целый, вот несколько дней, пока работал над проектом. Им пользовался довольно часто и хотел просто впечатление уже какое-то сложить о нем. Короче, никакого впечатления положительного у меня не получилось о нем сложить, но кое-какую херню он делает, прикольно. Я уже специально вырезал все трафареты, которые мне нужны. И будем потихонечку их уже накладывать. Выглядит все в собранном виде вот так вот. Вот, значится. Так, по поводу краски. Я не знаю, какой она ценовой категории, но она точно дешевле тех денег, которые стоит поликолор. Это такой более дешевый сегмент. Она мне досталась как раз-таки от подписчиков, мне прислал по почте. Будем ей пользоваться. Сегодня вот всю палитру реализуем, с помощью нее сделаем... Хоть попытаемся сделать какое-то изображение красивое. Нам нужно приклеить трафарет. Короче, рисуем губками. Попробуем, что это за краска. Я, походу, ей рисовал. Но что я могу сразу сказать, она жидкая. Это очень хорошо, потому что поликолор густой, зараза. Я его и водичкой разбавлял. И чем только не разбавлял, все равно, в общем, какая-то шляпа получается из-за него. В общем, нам нужно сейчас... Я показал же, да, уже эскиз, что будет? Короче, опять Африка, я по ней опять угораю. Мы сейчас арафатку, вот эту ее, я не знаю, головной убор, капюшон, сделаем вот таким красным. Черный, конечно же, ну, в роли подложки не самый удачный цвет. Но он тут очень большое место занимает вообще в самой работе. Поэтому я решил его основным завалить. Пускай даже будет... Ну, посмотрим, как она укрывает с первого слоя. То есть не будем прокрашивать второй слой. Посмотрим, что это такое вообще с первым слоем. С одного слоя, как она работает. Ну, я думаю, если правильно поджимать, то все у нас получится. Ну, а что поделаешь? Все работают. Завтра еще работать. Ну, я, кстати, не буду работать, потому что у меня больничный заканчивается. Я тут что-то закашлял, всю неделю кашлял, поэтому стрима и не было. Сдал на ковид, короче, пришел отрицательный ответ. Результат. Ну, отлично, короче. А вот на антитела я проебался, короче. Так и не сдал сегодня, не успел ни хера, проспал. Будильник не сработал, зараза. Корот, вот с этого начался весь мой прекраснейший гений. Ждем, пока высохнет. Возьмем теперь другой слой. Так, теперь берем охру красную и заливаем центр. Вот, она, кстати, укрывает намного лучше. И давайте посмотрим, что у нас на банках здесь нарисовано. Две звездочки и какой-то полуквадратик. Здесь у нас квадратик полный и три звездочки. То есть я ощущаю это. Я прям ощущаю это по итогу. Получается укрывистость лучше. Ну, посмотрите, как жирно закатывает. Давайте пока, короче, у нас хорошее соединение. Мы успеем разыграть стикербук. А то как-то будет совсем некрасиво. Если я перенесу еще и розыгрыш, это будет шляпа. Короче. Друзья, я не знаю, в чем жопа, в чем проблема. У меня даже с мобилки ввестит интернет. Поэтому, наверное, давайте сейчас быстренько разыграем. А по поводу стрима полноценного подумаем уже на завтрашний день. Окей? Давайте сразу разыграем. 83 репоста. Вставляем ссылку. Хоп. Опа! Наконец-то. Paracord Corporation. Поздравляю. О, да, репостик есть. Короче, надо ему сразу написать сообщение. Поздравительное. Вот такие дела. Ну, что у нас-то по стриму? Жопа. Лаги-лаги. 20 фпс. Подсохло. Давайте, наверное... Ну, все, короче, есть слаги, ребят. Блин, большое, большое еще извинение приношу. Постараюсь все наладить. Завтра приблизительно в то же время нормально проведем, как обычно. Так что имейте в виду. Окей? Без обид. Ну, такая шляпа, блин. Целый день у меня сегодня такой. Друзья, здравствуйте. Наконец-то. У нас вроде как по сигналу все хорошо. Чат пошел. Все. Живем. Какой был... Какая была цель стриминга? Мы хотели разыграть стикербук. Мы это, кстати, сделали. И я хотел нарисовать картину на стриме. Я нанес два слоя. И вот на этом моменте пошло все пиздой. Поэтому, я думаю, начнем с самого начала. Нанесем еще раз эти слои. Потому что тут какая-то дресня у нас получилась, а не равномерный слой. Разберемся, короче. Самое забавное, что... Вот мы вчера... Я зашел к друзьям. А чувак на Алишке купил стикерочки. Такие прикольные. Блядь. Я выбрал самые здоровские. Самые топовые. И прикол в том, что он такой... Всего лишь 100 рублей. Всего лишь 100 рублей. Здоровенная тематическая... Как сказать, колода. Она такая, типа, северная. Со всякими викингами. Валькнут. Вот. Разные. Классные. Мне вот нравятся. Я их взял себе. Что-нибудь обклею. Трубу, например. Я к чему... Стопка, наверное, вот такая вот. По толщине. 100 рублей. Просто, ну, с китайцами конкурировать смысла вообще никакого сейчас нет. Они по всем фронтам, мне кажется, будут этой дешевизной давить просто. Сейчас хочу поделиться с вами одной своей находкой и пониманием, что это за дивные знаки у нас тут написаны. Я использовал, значит, красный, прочный, глубоко. Это итальянцы, они по-русски пытались писать. Вот здесь вот написано. Видите, тут нарисован квадратик такой, наполовинку закрашенный. Камера фокусируется? Не знаю, видно вам, нет? Вот. И тут еще две звездочки. Насколько я понял, что вот этот наполовинку закрашенный квадратик, он говорит нам о том, что это такой, ну, типа, не совсем укрывистый. Укрывистость, в общем, он показывает, насколько краска укрывистая. А звездочки показывают, насколько она живучая на солнышке. То есть, ультрафиолет, насколько ее будет уничтожать. И это сходится, кстати, потому что вот здесь вот охра красная, белый квадратик, и она укрывает в разы лучше, чем вот эта. То есть, мы сейчас пройдемся еще, конечно же, один слой сделаем, потому что я вроде как и рамку уже для этой картинки сделал. Я не хочу ее просто, ну, на отъебись сделать. Хочу ее в рамочку поместить. Тем более, это Африка, Африка, африканки. Моя любимая тема, я не могу халатно отнестись к этому. Короче, что у нас? Опять же, снег, стрит-арт не получится. Ну, ни при каких условиях не получится стрит-арт. Поэтому, ну, будем заниматься тем, чем, как бы, получится заниматься и чем хочется. Я понял, что я могу легко просто расписать весь год, чем я буду заниматься, там, допустим, 21-22. То есть, зима – это ксидермия. И сейчас она идет полным ходом. Я думаю, до конца марта мы будем, короче, укуражиться именно с черепами. Да, сейчас делают на улице. Не, ну, действительно. Я вот прошелся, думаю, ну, блин, ну да, холодно. И что здесь делать? Тут, короче, сидел, смотрел. Замечательный фильм называется «Би-Муви» про Берлин 80-х годов, короче. Там рассказывается про андеграунд-сцену музыкальную. И я такой, блин, какой же классный жанр. Чел просто наснимал, как он там из Англии приехал в Берлин. И потом рассказывает на фоне, что там было. То есть, за рождение Реева, там, какой-то, ну, типа, как люди начали петь на немецком, потому что это не всегда было. И там, восточный-западный, восточный-западный Берлин, какая там разница была после же. Там же было такое, что, типа, восток, восточный Берлин был русским, западный был как раз европейским. И я так посмотрел, меня так зарядило это все дерьмо. И я такой подумал, блин, ну, это действительно, что меня мотивирует. Единственное, что меня вообще, в конце концов, мотивирует, это вот эти вот фильмы о какой-то удачной и интересной движухе, которая была в нашей жизни, в нашей истории. Так, ну вот, мы наложили штаны. Смешно? Сделали еще один слой. Я такого пожирнее попытался сделать, потому что подумал, что это поможет мне сделать хороший, хороший, плотный слой. Но ни хера! Он опять же проваливается, черный вылезает. Мы видим, что черный вылезает. И нам, наверное, просто с этим нужно смириться, потому что, ну, ёптвою мать, что я хочу, в конце концов, тут указано, что цвет именно так и работает. Теперь мы приступаем к красной охре. Делаем лицо, потому что он с первого слоя, ну, как видите, не все укрыл, потому что есть кое-какие пробелы. Мы сейчас их уничтожим. Короче, мы ждем, пока у нас цвет немножко подстынет, подсохнет. Акрил это делает очень хорошо, именно поэтому я эту краску, в принципе, и котирую. Сейчас мы ее на мороз, она это сделает еще быстрее. У меня, оказывается, есть папочка нереализованных трафаретов. И вот эта африканка, она у меня была в полный рост. Я взял только голову. пиксельная, но в этом, как бы, не заключается прикол, потому что я могу эти линии сам вывести, как захочу. Был. Ну, блин, единственное, что... О! Его подвальчик. Тысячу лет у вас не был. Вношу свой маленький вклад в хорошее дело. Спасибо. Дети Дэнк, 100 рублей. Ви, 100 рублей. Хочу поддержать тебя, но не знаю, как лучше. Может быть, посылочка с разными баллончиками краски или лучше сборная солянка разных ништяков. Вот посылочка, на самом деле, это очень круто, потому что... Спасибо. Спасибо за сотку, да. Посылочка эта круто, потому что можно ее на стриме распаковать. А я люблю анпакинги делать. Не знаю, мне как бы вот нравятся вещи потрогать новое. И я думаю, на стриме это прям вот тот формат, который действительно круто заходит. Короче, спасибо вам. Плюнул. Спасибо, пацаны, за донаты. Если хотите посылочку отправить, напишите в группу, я вам скину адрес, куда отправить. И мы здесь все вместе посмотрим, что вы нам прислали. Тут особо много не нужно закрывать. Я думаю, мы только вот эту прикрепим. И надо разобраться, что с глазами, потому что один глаз у нас потерян. Надо бы по-новой отрисовывать. А черного у меня нету. Я отдал черный, у меня были краполя, я их отдал. И так и не забрал к сегодняшнему стриму. Поэтому сейчас будем опять же мучить Пибелу. А, вот она. И причем самое интересное, что... Помните, я вам показывал, что был белый квадратик, здесь он черный. Что это имеется в виду? Непонятно. Три звездочки. Так как картина у меня в основном весят дома, я думаю, что вот эти вот звездочки, они никакой погоды нам точно не сделают. На что ты клеишь свои арты? Я клею на... специальный фасадный клей. Я, кстати, закупил его. Думал, что еще до снега успею вылазку сделать. А, я думал вообще инопланетянина приклеить в итоге моего на саморезы. Вот. Я ничего другого пока не пробовал, только вот это. Минус 20. Ну, минус 20, друзья, я вам скажу. Он хоть и выдержит, конечно же, этот клей, но поверхность обработать для того, чтобы хорошее соединение было в минус 20, очень сложно. Там и не вся хрень вот эта вот, это надо учитывать. Поэтому зимой стрит-арт это сложноватая штука. Так, и здесь у нас получается... Все. Это третий цвет. Он у нас будет только на лице. И финалим мы потом вот этим вот. Золотисто-желтый. Он у нас полудрещовый такой. То есть, получается, будет как вот здесь, наполовину только закрывать. Может быть, это и к лучшему. Блин. Я вас уже оттащил. Ну, ладно, я к вам подойду. Ксюха принесла наклейки. Она накупила наклейок в 2007 году куча. Я сейчас вам покажу. Сколько им лет? Вот это, ты вот это посмотри. Блядь. Блядь, кстати, интересно, а сейчас можно заказать? Короче, наклейки... Идет мне эта картинка на телефон. Наклейки разные. Темы, блядь. И на одной из них, вот кто постарше, помните, да? Типа за деньги можно было купить темы, блядь, картинки, ну, на рабочий стол. Билан, 70 рублей. Тут написаны треки, которые были популярны. Новинки. Диджей СССР. Бабина Валерия. В новинках, блядь. О, Никитос. Здорово. Сахавил. Заходи. Здорово. О, я боялся уже. Как всегда. А я тоже. Короче, помимо вот таких вот разноцветных фруктов, поперли, короче, такие интересные. Это я себе отобрал. Такие вот объемные черепочки. Мне очень зашли вот эти вот Hello Kitty. Просто по цвету. Я себе забрал. И тут дальше пошла очень интересная тема. Наклейки СКА. Причем люди явно, которые верстали вот этот вот стикер-лист, они не понимали, что такое СКА. Потому что местами какие-то, смотрите, розовые клетчатые тапки. Какие-то блестки. Они просто вбивали, видимо, в поисковик СКА. И им выходило вот это. Единственное, что я заценил, этот логотип Дистемпера. СКА и такая бабочка. Ну, короче, блядь, СКА музыка. Работяк, который, блядь, любили выпить пиво в баре. И вот так вот поплясать. Там были и черные, и белые, и все подряд. Какая нахуй бабочка, короче. А, во-во-во, вот смотрите, наклейки Эмма. Ну, это просто раритет. Это полные листы. И они все у меня в руках. Я сейчас покажу вам тут. А, вот СКА и какая-то тёлка безострадальческого вида сидит с этими, с какими-то, смотрите, с локонами, которые в блёстках. Ну, какой это СКА? То есть, ну, ладно, я, наверное, придираюсь, но в то время ОСКА культуре очень мало кто знал. Ну, давайте, что, вопросики. Вопросики. Володя, чем ты вдохновляешься для создания крупных работ? А, я сегодня в начале стрима уже говорил, типа, меня вот больше всего вдохновляют документальные фильмы про людей, про творческих разных. Вот это мне больше всего нравится. Вот так работает у меня это. Кстати, про Кадама. Когда уже будет огромный Кадама, копанный в землю, в лесу. А зачем? Кадама больших не бывает. Они все мелкие. Ну, я думаю, Кадама будет. Мы сделаем какую-нибудь партию, там, возьмём светящийся лак в лерке, там, что-то на рублей 150 стоит. Сделаем партию, штук 20, 30, 40, не знаю, сколько получится. Я и сделаю полноценную весеннюю вылазку с подписчиками, все дела. Я тут, короче, взял поликалор этот долбанный, смешал его с водичкой немножко. Я вроде сделал такую приемлемую густоту. Сейчас я попробую ей что-нибудь сделать. Чёрного нету, поэтому будем использовать эту. Так, чё тут? Чё тут? Сейчас я добью ей ноздри и будем снимать. Будем снимать трафарет, будем смотреть, что получилось. Ну, и, конечно же, потом доработка кистями. Без этого никак. Хоть, конечно, у меня чёрного нет, есть тёмно-синий. Будет ли, конечно, разница? Конечно, конечно, будет. Конечно же, будет разница. Вот так выглядит у нас золотисто-жёлтый. Это один слой. Я уверен, что если я сделаю второй слой, погоды особо не будет. Он полупрозрачный. Тут уж... Чё хочешь, делай. Всё равно будет такой оттенок. Надо учитывать. Всегда вот... Сейчас я теперь буду уже смотреть на этот квадратик. Если вам нужна хорошая укрывистость, внимательнее к этим мелочам относитесь. Я помню, когда обзор на пи-бео делал. Да, вот. Вот я делал обзор на пи-бео. Тут есть этот индикатор? Вот, чёрный. Вот он укрывает хорошо. Здесь индикатора нету, потому что они в линейках постоянно меняют дизайн. Я не понимаю, зачем они это делают. Короче, вот это не укрывает абсолютно. Они за место квадрата какую-то палочку. Палочку сделали. Есть что-нибудь похожее? Да. Есть две палочки. Видимо, они укрывистость. Начали палочками показывать. Одна палочка – это, ну, вода просто. Там пять слоёв, и всё равно вот такое вот. Всё. Начинаем снимать. Я там рамку ещё под неё сделал. Вот надо подумать, в какой цвет. Наверное, в чёрный. Получилось классно, что вся линейка той краски, которая у меня есть, она подходит. Володь, а цветовую палитру ты выбираешь, исходя из настроения и ассоциации с работой, или просто соблюдая какие-нибудь закономерности? Это всё в совокупности. И зависит от настроения. И если я хочу, допустим, сделать... Я вижу сочетание голубой-оранжевый. Я хочу сделать в этом сочетание. Я не поленюсь, залезу в Google, посмотрю палитру, сочетание цветов. Типа, как мне лучше это сделать. Потому что так как краски много, её можно смешивать, вариантов куча. И поэтому я не считаю это зазорным посмотреть лишний раз на палитру сочетания цветов. У меня нету художественного образования, поэтому мне приходится уходить. Такие вот штучки-двучки. Второй вопрос был о том, с чего начал ты в плане работы с акрилом. Точнее в написании картин. Просто видосов говорил только о портретах на заказ. Ну, я не помню, с чего конкретно... А, я помню, с чего я начал. У меня была работа африканка. И мне надо было сделать такие пятна от глины. Мне товарищ принёс акрил попробовать. Тоже там чуть-чуть. Он даже не в тюбике принёс, он как-то замотанный принёс мне этот акрил. Я такой, о, прикольно. Попробовал, он не пахнет, не заценил с первого раза. А потом уже понеслась именно причина того, что он не пахнет и повлияло на то, что я начал его использовать. Потому что, если бы я продолжал рисовать банками, а респиратор я не использую, потому что я умный парень, вот. Я бы просто, мне кажется, уже закашлял довольно сильно, если бы не перешёл вовремя на акрил. Постоянной рубрики ещё не было. Анекдота? Да. А ты подготовил? У тебя есть какой-нибудь? Да могу, но я, честно говоря, в последнее время очень сложно найти что-то реально достойное. Анекдотик расскажу. О! Про медведя-то? Я про медведя один только знаю. Анекдот про медведя? Да. Смешной. Нормальный такой. Ну, бля, не знаю, мне нравится. Кстати, очень многие не заценили, мне нравится. Давай рассказывать ей. Мужик богатенький, решил знатно поохотиться, приезжает как у него хамань с деньгами местному егерю денег, говорит мужик, хочу на медведя. Да, знает. Ну, он такой, да бля, без проблем, пойдём на вот те ружьё, он сам, значит, этот егерь впереди идёт, перед этим мужиком там топором ветки сучки рубят. Идут по лесу, идут, идут, это, блядь, егерь впереди, как топором так, хоп, и ветка падает, а там медведь к ним задом, короче, стоит. Чё-то там делать какие-то свои дела. Егерь так с топором стоит, так на медведя смотрит, сзади этот мужик богатый, с ружьём стоит. Егерь такой, иди сюда. Сзади ничего. Медведь там чё-то копошится, их не видит. Егерь опять, блядь, иди сюда. Опять тишина. Егерь уже так полголоса. Иди сюда. Боже, к сзади. Блядь, ты долбоёб, нахуй ты его зовёшь. Так, чё я хотел? Второй анекдот. Да. А есть? Да есть. Встречаются три мужика, стартурга, в баре сидят пиво, один такой, блягает, мужики, мне кажется, мне моя жена с пекарем изменяет. Такие, блядь, да ладно, типа, что ты взял? Я, как домой не приду, блядь, в кровать ложусь, а там какие-то крошки постоянно. Такие, бля, ну да, там надо проверить, посмотреть. Кто говорит, да, мне вот, кстати, тоже кажется, что моя жена мне изменяет с каким-то дворником. Такие, чё, типа, как, как догадался, чё? Да я, говорит, как, не приду домой, у меня постоянно в кровати какие-то листья. Третий такой. Бля, мне порой кажется, у меня, короче, жена каким-то прапорщиком мне изменяет. Такие. Ну, типа, откуда такие догадки? Да я, блядь, как-то не приду домой, там какой-то военный, блядь, кровать поставил. блядь, Жизнему на, блядь. Вот, versions. Лайтовенькие. А веселые есть, там, блядь, печальные какие-то. А смешные, да, анекдот, конечно, хороший, а смешные есть. Да. Идут два охотника по Лису. За ним медведь. Ну, давай разбегаться в сторону одного медведя заглял на дерево лезет за мужиком 2 стреляет не было из одно яйцо отлетела стреляет второе яйцо отлетела с дерева кричит мудак башку стреляю мне не ебать стоит дневальный в казарме на тумбочке никого нет кругом все чисто вылезано убрано и только один окурок так на полу лежит этот хуяк и генерал заходит смотрит на все этот окурок и видит такой не вальдом это чё за хуйня это блять чё блять чей окурок блять в казарме не вальдом товарищ генерал не могу знать блять ну-ка быстро блять побежал узнал не вальдом срывается через 5 минут прибегает генерал такой узнал так точно генерал ягод спросил у дембелей они сказали мне их можете докуривать добрый бой смешнее для тех кто служил те кто не служил понятно кому пиздец нет понятно но для тех кто служил будет так ну короче это как-то вот так выглядит по итогу я попозже и положу влаг я еще поковыряю постараюсь чуть еще изменить посмотрю нравится не нравится посмотрим посмотрим еще но в целом вот так вот рамочка есть но тоже еще не крашеный не обработанная чисто склеил это по-моему она подравнивать придется она мне не лезет вот так вот я отмерю подпиливать где-то придется ну что у нас на часах без двух минут будем потихонечку закругляться что мне кадыка и не нравится иначе другая немножко не получилось ну ладно еще посмотрю в общем какой-то он прям пятном вот этим почему что на светлое пятно поставить там как блин ебаный это не кадыка просто блин были как шайбу а это непонятно может быть и кстати может быть это надо перекрасить в украшение может быть у нее ошейник никита смотри вот если по трафарету посмотреть это как будто у нее украшение ошейник тепло ладно друзья до свидания хорошо что сегодня посидели со мной на стриме с нами на стриме все спокойно всем пока